добрый вечер дорогие друзья ну вот я пересадила геркулеса в новые для него условия отдельно от натана и афродиты на новую абсолютно щепу ольховую свежие принесла одуванчики подорожник клевер сепи новенькая лампа уфе лампа нагрева сено чтоб он прятался в домика березовый спил любят у меня на танчик и афродита греться на этих березовых спилов под лампами вот террариум конечно не очень большой но и сам геркулес у нас очень маленький поэтому надеюсь ему понравится хотя бы немножко отдохнет и освоится привыкнет к этим запахом возможно он тут пометит и тогда уже переедет обратно частично с этими скорее всего щепой с его запахом ну конечно тут векусе все надо очень надо также без векусе для одного такого малыша я думаю хватит на несколько дней ему такого террариума для того чтобы он поел погрелся под лампами освоился пришел в чувство так как с момента приезда в террариуме на там и он никак не мог освоиться он все время боялся закапывался в сено зарывался в щепу то есть он как-то чувствовал себя не в своей тарелке несмотря на то что рядом была афродита его подружка с которой он прожил совместно пять лет и от которого у неё вот вчера буквально снесла на нам яйцо вот но все равно как бы чувствовал себя некомфортно возможно запахи самца его пугали посмотрим что он тут будет делать я за ним буду наблюдать я нахожусь рядом в этой же комнате рядом стоит террариум как раз таки афродита и натана поэтому мне будет видно я буду контролировать кушает он не кушает буду надеяться на то что освоится в этом террариуме побыстрее никто тут его тут будут только его абсолютно его запахи никаких посторонних других никто его здесь не будет беспокоить я не буду его трогать я вчера всех взвешивала и измеряла размеры могу написать в описании под этим видео потому что на самом деле не очень-то легко было измерить панцирь и взвесить особенно натан он сопротивлялся да и афродита тоже она пыталась куда-то все время бежать поэтому на камеру у меня навряд ли это получилось бы одной рукой я это все сделала штангенциркулем а затем еще повторно проверяла на листе бумажки линейкой очерчивала их панцирь и измеряла просто отдельной линейкой поэтому ну собственно говоря штангенциркуль конечно точнее быть не может но с разбегом на пять миллиметров размеры и вес я узнала вчера взвесила яйцо афродита но весит 24 грамма сегодня мы с бывшей хозяйкой афродиты и геркулеса высчитали вес значит афродиты она ее взвешивала с яйцом высчитали без яйца и как бы подумали о том что ну вот по весу похоже что больше яйца нет на ближайшее время кладок ждать не имеет смысла но вот эти размеры и вес я повторяю мне нужны были для того чтобы уколоть им витаминчики сезонно как бы чтобы не давать их в виде кормовой добавки кальций как видите я посыпаю на одуванчики и поддорожник и клевер но в общем в связи с тем что сейчас геркулес вообще отказывается что-либо кушать не хочет не сепию ничего другого проблематично накормить его какими-либо видами при формах кальция или комплексом каких-то витаминов но надеюсь что сейчас он успокоится освоится обнюхается поймет что здесь его я слышу характерные звуки соседнего террариума надеюсь что он поймет что здесь его никто не будет обижать тени у нас тут свадьба как станет у нас тут на там как ему понравилось жених отца но вот эти имитации свадьбы они могут быть только имитации меня об этом предупредили надо будет проверить это имитация свадьбы ли это настоящая свадьба то есть у них должно быть все таки по-настоящему соприкосновения с друг другом они только вот эти позы присущие самцу и звуки должен издавать на танк вот сейчас на момент того что я вижу это просто вот он ухаживание вот так называемое его эти подталкивание самки чтобы она остановилась и не убегала убегать и собственно тут некуда тут угол террариума поэтому он имитирует свои скажем так позы действия самца а на самом деле оплодотворение не происходит афродита замечательно от него спряталась повернулась вся полностью к нему панцирем и никак ему ее не повернуть и не достать она его крупнее тяжелее и успешно этим пользуется а он ее и так и сяк обхаживает и никак ему ее не достать а 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 Ну, пока Натан тут женится на Афродите, Геркулес Успешно уже ушел из-под ламп, спрятался в сено, закопался Накрою сейчас каким-то покровным стеклышком, чтобы было ему потеплее, чтобы он согрелся, успокоился Не стану его трогать и беспокоить, надеюсь он сам выйдет и покушает, когда посчитает нужным Ну, а Натану пожелаем успешной женитьбы, чтобы это была не имитация, а настоящая свадьба Чтобы произошло оплодотворение, иначе у нас будут просто неоплодотворенные яйца И увидимся с вами, дорогие друзья, в новых видео на канале нашего питомника Если вам интересно, оставайтесь с нами, кто не подписан, подписывайтесь на канал нашего питомника Нажимайте на колокольчик рядом со словом подписаться, чтобы не пропустить новые интересные, а возможно для кого-то и полезные видео о жизни наших питомцев Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за просмотр! Субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за просмотр!